Своей редкой красотой и бурной личной жизнью она завоевала от современников сравнение с древнегреческой Еленой Прекрасной. Ангулемская роза или ангулемская волчица называли ее хронистой. Единственная дочь графа Ангулемского в возрасте 12 лет она была помолвлена с наследником графства Ламарш Гуго Лузиньяном. Однако этот брак был расстроен королем Англии Иоанном Безземельным, который влюбился в дочь своего вассала и взял ее в жены. Оскорбление, нанесенное могущественной семье Лузиньян, послужило поводом для военного конфликта между Францией и Англией, в результате которого последняя потеряла все континентальные владения, а король Иоанн был вынужден подписать Великую Хартию Вольностей. После смерти мужа вдовствующая королева вышла замуж за своего бывшего жениха и отбыла на континент, где на протяжении четверти века интриговала против французской короны. Лишь в 1241 году ангулемская волчица была окончательно побеждена. Изабелла Ангулемская, королева Англии и графиня Ла Марш, провела остаток жизни в обастве Фонтебро, где умерла в этот день 4 июня 1246 года. Прямой потомок Изабеллы Ангулемской в 21-м колене, он был первым представителем Ганноверской династии, появившимся на свет в Англии и с рождения говорившим на английском языке. Он был первым главой Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии и самым многодетным монархом своей страны, чье 60-летнее правление считается вторым по продолжительности у британской истории. 280 лет назад родился Георг III. Его долгое царствование, ознаменованное отделением североамериканских колоний, участием в борьбе с Великой Французской революцией, политической борьбой партий Вигов и Тори, закончилось трагическим. Страдавший тяжелым психическим заболеванием, король был подвержен приступам умопомешательства, которые усиливались с годами. Последние 10 лет его жизни вместо полностью ослепшего и окончательно сошедшего с ума Георга III, страной управлял его сын и наследник, принц Георг. 4 июня 1864 года родился русский исторический живописец, член Товарищества передвижников «Объединение мир искусства и союз русских художников» Сергей Иванов. Автор картин «В дороге смерть переселенца», «В смутное время», «Приезд иностранцев в Москву 17 века». 115 лет назад в этот день родился выдающийся дирижер, народный артист СССР Евгений Мравинский. В течение полувека он возглавлял симфонический оркестр Ленинградской филармонии. Под его управлением впервые прозвучали 5, 6, 8, 9 и 10 симфонии Дмитрия Шостаковича. 8 симфонию Шостакович посвятил самому Мравинскому. Сегодня 4 июня 2018 года.